Задимся вопросом, а что мы можем сделать для того, чтобы быстро восстановить работу более-менее сложного сервера? У нас здесь что-то такое хитрое и сложное, не просто записать, просчитать. Там достаточно сложная настроенная система, со своими свойствами. Какая-то там прикладная программа крутится, хитрая и умная. Что мы можем сделать в случае серьезной аварии? Как нам быстро поднять копию системы? Упрощай вопрос. У нас минуты, а все про все. Вариант переустановить с диска не рассматривается. Делать копию заранее. Развернуть из архивной копии. Так? Ну, можно. Образ системы сделать. Ну, хорошо, только накатываться он будет, ну, тоже минут сорок. Если бы большая система. Вместе с данными. Отверт на доске, на самом деле. Хранить его там? Кого? Все, что можно. Что можно сделать? Хорошо, еще подскажите мне. У него есть какое-то еще железо. Совершенно не одинаковое. Но оно есть. Как я могу быстро поднять вот это вот, вот здесь? Что такое драйвер? Что такое? Делать там копию. Копию чего? То, что нужно. Здесь другое железо, другая производительность, уже другое. Вообще-то другое? Вообще другое. То есть, то, что ты там тянул, здесь не потянет? Ну, устройства другие. Другая сетевая плата. Другой линчестер, систему Гольф. Другой контроллер диска. Ну, что бывает, если неправильно контроллер диска переписать? Ужас-система. Просто не впускает. Говорит, ой, не работает. Что мы можем придумать? Что нам нужно здесь сделать, чтобы эту систему здесь? Нам нужно отвязаться от этого железа. Что ли за то нужно будет еще? Нет. Наша система должна работать на любом аппаратном обеспечении. Возможно это? На абсолютную возможность. Ну, возможно. Как? Нет. Ну, слово вы это знаете, если там более-менее интересуетесь. Вы взяты. Вчера близкую тему рассматривали, когда с вирусами боролись. Виртуальный запах, в смысле? Ну, сочница. К этому? Ну, направление мышлеверное. Ну, то есть, если запускать все это дело в виртуальной системе, вот на первой степени. И там что-то поломается у нас что ему? Да, железо. Блин. Ну, что, так можно поднять, да? Пришел злой дядя, стукнул голову в сентябренский платье. Очень злой. Ну, можно отбираться от железа очень просто. Вот у нас есть наш большой ящик. Ну, есть какое-то железо. Конкретное совершенно. Мы ставим на него операционную систему, в которой есть комплект драйверов. Это у нас непереносимая система, правильно? Ставим в другой ящик. Здесь совершенно другой набор железа. Не совпадает, не работает. Нужно другие драйвера поставить. Ну, можно, но поведение системы может быть совершенно другим-другим драйвером. Во-первых, а во-вторых, вы еще попробуете запуститься, чтобы поставить другие драйвера. Если не совпадают, скажем, драйвера накопителей, дисков, то после копирования вы получите синие экраны и все это делать. Ну, может и все так ужасно. Можете черно. Вам стало легче? Очень. Вот, это тоже не решится. На самом деле, можно сделать следующее. Можно создать искусственный программный компьютер. Внутри настоящей системы. Я попробую назад договориться с телевизором, чтобы показать на фрактике. Договорить с телевизором. Ну, с тем, чтобы дали аудиторию, есть телевизор с органом. Ноутбук принесу. Попробуем это же где-то проделать. Создается программная система. У нее набор драйверов чисто виртуальный. Она взаимодействует только с материнской системой. Через специальную оболочку виртуализатора. На практике это выглядит как. Выпускается. Внутри Windows-а разворачивается еще один монитор. Другого компьютера. Другого компьютера, который загружается совершенно самостоятельно со своего образа диска. Там есть файл. Обычный файл. Который для вот этой мониторской системы является диском C. Мы сможем выпустить первоначальную систему, чтобы запустить на ней другую систему? Ну, какую-то мы здесь поднять можем. Ну, будет. А, в смысле, это на другом железе первоначально? На другом железе. Там что-то стоит работает. А, мы поднимаем виртуальную машину, которая со специальными драйверами, взаимодействует, становится как бы вместо той первоначальности, да? Мы вот здесь вот храним образ диска. Он загружается у нас либо сюда, в виртуальную машину, либо если нам приспичило, загружается сюда. Этот набор одинаковый везде. Он программный. Мы здесь ставим просто программное обеспечение виртуальной машины. И на это хватит минуты, да, если заранее подготовиться? Ну, в общем, да. Остается за несколько минут, после чего указываешь, откуда загружаться. Откуда загружаться, где лежит ее образ диска. Ну, такая технология виртуализации, она больше того, больше того. Есть возможность, есть возможность, производить процедуру запуска аварийного на другом железе в случае, где отмыслики отказа в основном железе. Каким образом можно понять от основного железа? 2 плюс 2 равно 5. 2 плюс 2 равно 5. Ну, шаблоны. А в какой момент нужно задавать этот вопрос? Каждый час. Ну, я думаю, что если вы каждый час будете прогонять полный тест-систему, у вас не поймут. Каждые 2 часа. Каждые сутки. Полная проверка памяти, если у вас там 10 гигабайт, может служить. Ну, несколько часов завтра. Ну, на ночь, пока все спят. Плюс проверка дисков. Новый год, пока никто не делает ничего. На самом деле, делает. Вам понадобится полярная ночь. А в таксистеме можно регонтировать очень просто. Мы здесь постоянно работающие, маленькую программу. Постоянно работающие. Которые сама посылают сигнал, что я живая. Я живая. Я живая. Как только она этого не прислала, мы знаем, что это не работает. Либо программа, либо компьютер, либо сервер. Что это не работает. Не обязательно следует. Обрыв сети. Ну, да, например. Компьютерной сети имеют. То есть сервер стоит, задачу считает, а с внешним миром общаться в новом состоянии. Ну, или у нас компьютер, куда приходило, это я живая, я живая программа. Тоже не включен. Тогда не приходят. Ну, это, как правило, ноутбук сисадмина. И? Ну, если он не живой, то сисадмина-то знают. Ты им точно говоришь. Если он умирает на старый ноутбук, я поправил в курсе. Как мы можем контролировать учислительную систему? Ну, внутренней программой понятно. Дублировать. Дублировать это немножко не то. Как мы можем понять, что вышло из строя отдельно стоящие системы? Поставить там 2-3-10 серверов. Денег не хватит. Места не хватит. Как еще можно? Компьютер все раскрывают. Как внутри вы представляете? Что там есть свободного в середине места? Воздуха много. Хорошо. Что в этом воздухе можно разместить? Еще один воздух. Под давлением скачать. И атмосферой? Можно. Да не поможет. А что нужно поместить? Да можно поместить еще один компьютер. Но это при очень сильном желании. Это при очень сильном желании, наверное. Нет, это достаточно просто. Это может быть вот такая вот кладка. Нам же не нужен мощный компьютер, полностью додирующий основной. Так? Нам нужно знать, что с основным что-то происходит. Поэтому мы в обычный разъем вставляем кладку микрокомпьютера, диагностического, который в простейшем случае запускают на блок-тестов. В цифровом индикаторе пишут, где нашел ошибку. У него свой процессор, своя память какая-то. ПЗУ, где хранится проверочная тестовая программа. Чем это решение? Хорошо. Если есть напряжение, питание на разъемы, то она сама по себе все сможет проверить. Даже если выдернуть, собственно, основной процессор для материнской платы. И что такое будет? Она сама будет что-то делать? Или она скажет, что не работает? Она проведет полную диагностику, скажет, что не работает, куда смотреть, что менять. Он все не работает. Нужно ничего себе не работает. Но я символую на материнку. То есть я выдернуваю самую процессор? Да. У него есть свой процессор, который проводит комплекс тестов, скажет, что я нашел память, память работает. Я нашел прям сетевую плату, сетевая плата работает. А там центрального процессора я не нашел. Бодите внимание. Он когда-то делается. Он не работает. Вот. Терялся под кроватью. Пылится. Ну, вы будете смеяться, но я видел выстрелившиеся из сокета процессора. Вылетел? Вылетел. Остаешь там часть ножек. Взлетел? Ну, выщел его в корпус. Открываешь, там лежит поле, на нем процессор. Улетел разъем, там часть ножек осталась, часть ножек на нем. Упс. Упс. Это совершенно идиотская была ситуация. Человек купил сверх крутой какой-то пуля, которая весила килограмма два. Процесс своего прикрепил. А к материнской плате винты что-то у него прикрепежем отверстиями подожили, то ли чего, и в общем не прикрепил. Получина. Вот эту дуру с вентилятором. Огромные выламывающие усилия. Вот здесь вот. Он терпел, 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 потом вверх немножечко оторвались. Я так. Все упал. Я у вас стояла, да, такая запасная? Ммм? Стояла такая мерзость? Это был домашний компьютер, достаточно дорогой домашний. Я пришел к человеку, открываю, говорю, это у тебя что лежит? Он висит со мной, смотрит, говорит, процессор. Сошел, такая, сценарь древизор. На самом деле, что у нас перефейса в том, что современные серверные платформы практически все имеют вот эту штуку, интегрированную материнскую плату. Если материнская плата сервера, она действительно здоровая. Тут, скажем, два процессора, память, развернула, здесь, на внешнем интерфейсе, здесь выделено место под такой вот системой. На современных серверных платформах у нее есть еще одна функция. У нее есть свой вот этот интернет, свой отдельный, на котором, там, свои пятницы, все такое, можно удаленно подключиться к серверу, независимо от состояния систем, от состояния основных вычислительных узлов, посмотреть, что происходит, как происходит, что это сделать. Для чего это нужно? Это позволяет без глиготни быстро восстановить работоспособность системы. Вопрос о доступности для них. Тем более, если у вас сайт сотен серверов в каком-нибудь дата-центре, то вы, понятно, что оперативно монитор каждого не присоедините с клавиатурой с мышкой. Во-первых, вы еще будете искать в полчаса, там просто неудобно работать. Поэтому доступ производится через отдельный, независимый компьютер. Это совершенно полноценный компьютер, компьютер, как правило, маленький линукс, консоль бывает текстная, бывает тропическая, и полностью позволяет имитировать клавиатурный ввод, ввод мыши, все такое вручное. Плюсы, в силу своей простоты и фиксированности конфигурации, эта штука не зависает, не нагревается, ну, и не мешает. Расшет, наверное, не мешает, она сбоку присоединяется. Она практически не выходит в сторону. Нагрев минимальный, ну, и ничего умирает. Конечно, если там приходит 220-минтерненскую вклад, то, понятно, умирают все, но в обычном режиме она почти не всмирает. Я всем вручу со всеми. Последней. Последней. Да. Как это там. Если не отбывается даже так, то берешь отвертку и идешь уже выставать тело из стойки. Хладное. Не обязательно это хладное. Может, сильно лезет. Ну, конечно, горячее. Но, как правило, если тактирование прекращается, прекращается и нагрев. Что такое нагрев? Переход. изнов в состояние в другое. Скоро-то потеря энергии, которая уделяется в виде тепла. Если так, то инкульсы не идут. Ну, может, они так сильно шли, что перегрев произошел. После того, как они перестают проходить, все кончается. Ну, да. Но он же еще остывает. Да, начнет остывать. Яйца. главная машина, которая быстро и хорошо работает. Мы получаем с нее результат. Мы хотим, как мы здесь рассматривали, иметь вторую машину, которая быстро будет введена в строй в случае выхода из строя первого. Как можно получить ввод в строй второй машины с максимальной скоростью и минимальной потерей времени? Провода тут достаточно так включились? Ну, нет, на логическом можно. Она физически не все включены в сеть. Естественно, все время они включены. А вторая тоже получает, да? Наход. Да, Может получать, может и получает. Ну, она получит, да, когда первое из строя получит? Ну, куда она денется? Конечно. Пусть вычисляет фокус всех программ в том, что состояние системы зависит от предыдущего. Так? Если у нас здесь состояние какое-то было, не знаю, Y1 X1 и X1 мы хотим переключиться сюда, здесь у нас X2 не прошло, если мы сюда бросим X2, на выходе будет, ну, совершенно неожидая минами Y2. Так? Потому что состояние Y1 здесь у нас не воспроизвелось. То есть нужно еще X1 сначала проверить, или как? Ну, хорошо, если у нас этот поток тренется с утра. И вообще сложные недели. Ну, вообще есть год. Годится вариант. А-а. Надо как-то восстановить, да, состояние и выходить. Восстановить, установить, запомнить. Вариант. Есть два глобальных варианта решения вопроса. Первый. мы полностью здесь по такту воспроизводим все то, что делается здесь. Точностью до одного такта. Здесь жесткая связь. Все, что пришло сюда, автоматически транслируется сюда, точностью до одного такта. В любой момент времени у нас имеется полностью готовая система. Это называется так называемая сильно связанная система, когда они работают практически в едином адресе пространства. Чем это хорошо? Абсолютная точница воспроизводства. Мгновенный год устроили резервную систему. в минусах цена очень быстрой линии связи. Если эта линия связи будет медленная, то мы не можем продолжать расчет, пока здесь не закончили. Так глупо получается. Поэтому ждем, пока прокачается сюда, исполнится и будет опять что-то подсчитать дальше. Это требует абсолютной эквивалентности по аппаратуре. Далеко не все можно так сделать. не всю систему можно таким образом зеркалировать. Что можно сделать, чтобы член-то требует справиться? И за счет чего? Если мы не хотим по тактовой копированию делать, что можно делать? Время тримма копировать, а если нужно выполнять там? Время тримма теряем это время. на откат. Правильно? Да. Ну что делать? Мы же не хотим все время. На какой уровень мы можем сделать откат? Мы допустим полчаса. Раз в полчаса синхронизировать сервер. Хорошо если у вас 5 пользователей 50 тысяч. Какая будет потеря за полчаса? Мы можем сделать проще. Мы можем сделать синхронизацию на уровне операции. На самом деле, это то же самое, что мы рассматривали с инфекцией серверов, когда это 90 и 10 рисовало. Просто немножко на другую сторону. Каждая выполненная операция демплицируется сюда, передается состояние то же самое Y. Как только мы получили ответ, она в этой среде приходит X2, но уже имеет предыдущее состояние. Передается это на уровне совершенно программно, не требует потаптовой синхронизации. Если здесь применяются специальные оплаты очень быстрой связи, цена оплаты может доходить до 10 тысяч долларов каждого. Смотреть, на 2 20 тысяч это кусается. Здесь вполне достаточно обычного гигабитового эзерна встроенного материнки. Получается гораздо больше решения. Более того, для подобных систем снимается ограничение на количество жирко-связанных узлов. Если мы хотим сделать вот такую же сигнал, мы должны принимать, что у высокоскоростного концентратора есть 7 портов, мы можем повесить не больше 7 узлов. Правильно? Если мы хотим повесить какое-то большое количество, что мы получаем? Получаем задержку распространения сигнала. Пока вот этот опыт отработается, пока вот этот вот, пока вот этот вот, пока вот этот вот. Это время. Согласно построить очень большую связанную систему, либо невозможно, либо, если использовать вот такие большие, очень и очень дорого. Мягко только. А построить слабосвязанную систему, передачи программных состояний, но ограничения тут уже только вот задачи, насколько она у вас может быть распараллельна, распределена, защищена. Самые большие существительные системы состоят из десятков и сотен тысяч отдельных процессоров, связанных вот такими относительно медленными каналами. Разумеется, задача должна допустить подобное распараллельование и подобные скорости связываться. Если вы считаете, что она очень жесткая, то вы не рассыпите на тут уже никуда не денешься. Поэтому до сих пор выпускаются аппаратные конвейерные процессоры. Они делаются как правило под биболярные технологии, кушают как бы ни киловатты, охлаждаются исключительно водяным охлаждением, причем каким хорошим. Но тут никуда не денешься. Пока, по крайней мере. я думаю, что скоро денешься. Ну, с аппаратурой наверное мы сегодня закончим.